МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Романенко, директором Алтайского краевого педагогического лицея и Михаилом Рязановым, директором Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования. Здравствуйте. Здравствуйте. Рады видеть в нашей студии. Я так понимаю, вы представляете два разных центра. Давайте коротко... Тауан-22 это про нас. Так, IT-куб это про вас. Давайте коротко, чем они друг от друга отличаются, как давно работают? Ну, официальное открытие регионального центра «Талант-22» оно состоялось 1 декабря 2020 года. Это открытие состоялось в онлайн-формате в связи с ограничением. И сейчас продолжают реализовываться программы, к сожалению, пока в этом же формате. Но перспективы радужные нас ждут впереди, потому что мы все-таки надеемся, что ограничения будут постепенно сниматься, и дети уже будут приезжать на те мероприятия, которые запланированы. Это и летние профильные смены, и реализация образовательных программ развивающих. То есть есть много планов. Пока ждем, что они будут исполняться именно в том варианте, в котором они изначально замысливались. А сейчас они, конечно, реализуются в формате онлайн. До сих пор? Пока да, конечно. Ну, почему такая была необходимость открывать в декабре? Ну, дождались бы, когда пандемия закончится. Или вот есть определенные сроки, надо и надо? Ну, во-первых, есть определенные сроки. Это федеральные деньги выделены на создание таких центров. И вот похожесть на «Сириус» — это региональные центры. Они по образу и подобию федерального центра созданы для поддержки и выявления талантливых детей непосредственно в регионах. Вот вы не отметили, чем там дети занимаются, какие направления. То есть почему необходимо было создание именно вот этого центра? То есть я понимаю, что был, вероятно, дефицит. Ну, направления три — это спорт, искусство и наука. Курируют три ведущих профильных министерства. Это Министерство спорта, Министерство культуры и Министерство образования. И эти же три направления реализуются и на федеральном уровне, и на уровне вот каждого из регионов. Было ли это раньше? Почему именно такие направления? Ну, вот раньше всегда тоже все, конечно, было. И с талантливыми детьми работали в любом регионе. Но новые времена диктуют новые правила, новые вызовы. И поэтому современность наших центров, она заключается в том, что очень качественно, высокого уровня оборудование закуплено. И есть новый виток, новый старт старого, скажем так, старой работы в доп. образовании, старой работы с одаренными детьми. Ну, просто на новом уровне. А новое здание? Пока нового здания нет. Конечно, это не Сириус в Сочи. И в Алтайском крае центр, он работает по распределенному принципу. Площадки размещены в Рубцовске, в Бейске и в Барнауле. Привлечены для реализации программ и учреждения высшего профессионального образования, среднего профессионального образования, учреждения доп. образования и общеобразовательные. Вообще, юридический адрес – это наш педагогический лицей, и Талант-22 – это наше структурное подразделение. Площадки размещаются. Лицей-122, Центр Алтай, Бейский лицей, Интернат Алтайского края, Краевой дворец молодежи и творчества. То есть различные площадки. Давайте позже вернемся к вашему центру, поговорим про IT-куб. Новое здание есть. Так. Пятое западное, 85, личное распоряжение Виктора Петровича Томенко, нам выделили это новое здание, мы сделали там хороший ремонт, закупили современную технику, практически лучшую, которая есть на рынке. И что такое IT-куб? Это дополнительное образование детей в области IT, начиная со школьной скамьи всех возрастов. Зачем и в чем отличие от существующих проектов? Это глубокое погружение в информационные технологии, шесть основных направлений и множество неосновных направлений, по которым мы будем учить и развивать детей в разных формах и по разным срокам. Ну, жизнь заставила, мы сейчас работаем тоже в удаленном режиме, начали работать, официальное открытие было 4 декабря, но начали работать с 1 сентября. И с 1 сентября мы набрали 30 детей по направлению программирования, программирования на современном языке Python совместно с компанией Яндекс. Мы набрали 30 очень хороших детей, у нас был конкурс, 6 человек на место, и эти дети вот уже полгода учатся. Шесть основных направлений, это также программирование для мобильных устройств, это VR, виртуальная реальность, это робототехника, системное администрирование, большие данные. Это те специалисты, которые сейчас востребованы на рынке, которых днем с огнем не сыщешь в Алтайском крае. Ну вот вы правильно говорите, все эти специальности сейчас очень востребованы, всего 30 ребят вы взяли, конкурс был серьезный, 6 человек на место. Желающих много было? 6 человек на место, ну вот если мы 30 человек набираем, там больше 300 детей было. Со всего края? Да, но мы... Город Барнаул. Да, потому что мы рассчитываем все-таки на ученое обучение, когда нам это позволят все наши сложившиеся обстоятельства. И, соответственно, это будет общное обучение и очень серьезный подход. То есть серьезный подход это то, что все дети уходят, мы вообще не приветствуем прогулы, не выполнение домашних заданий. Серьезный уровень, серьезная подготовка. И такой же направление, такой же уровень мы по остальным направлениям тоже будем приветствовать. Любопытно, все эти занятия бесплатны? Это федеральный проект, для детей это бесплатно. И в Талант 22 тоже все программы, все смены летние, в том числе профильные, все бесплатно. То есть вот два года ребята отучатся и вы набирать будете... Это конкретно по этому направлению. Будем набирать дальше, будем смотреть, где детей будет больше. Если всех... В каком направлении, да? Да, в каком направлении. Где-то мы можем подрезать, где-то мы можем увеличить. Но у нас есть как бы KPI, то есть оценка нас как центра. И там есть показатели количества детей, которым мы должны обучить как минимум. Но я уверен, что это будет больше. С точки зрения того, как нас найти, ну, сайт IT-куб Алтайского края, можно зайти посмотреть. Хотя на сегодняшний день тоже идет преобразование, и мы этот сайт потихонечку изменяем, улучшаем. Мы тоже видим наши недостатки, пытаемся от них отойти, сделать лучше. Ну, сейчас найти таможене, телефон там тоже есть. Соответственно, и в дальнейшем мы будем просто смотреть и наблюдать, и мониторить те направления, которые детям Алтайского края как конкретно важны. Это с точки зрения обучения, скажем, длительного обучения, год, два и так далее. У нас будут краткосрочные программы, у нас будет сетевое взаимодействие с учебно-образовательными учреждениями. Вот, в частности, мы уже начали сотрудничать. Мы уже начали, да. Со многими школами. Мы будем выходить в школы и встречаться с детьми и с родителями по разным направлениям, предлагать разные активности. Мы будем стараться развивать там профориентацию в нашем центре, то есть приглашать ведущие компании Алтайского края, с которой мы уже со всеми руководителями проговорили, интерес большой к этому. Мы будем дни компании организовывать, какие-то фестивали, выставки, активности. Это все будет, вот, это наш план. А что, нечто подобного в Барнауле сейчас нет? Где-то вот в Кванториуме разве не обучают? Ну, конечно, обучают, но здесь дьявол в мелочах, как говорится. Потому что Кванториум — это все-таки такая инженерная подготовка. У них есть IT-специальности, но у нас IT-специальность глубже. То есть у нас есть основные направления, которые мы более глубоко изучаем. В Кванториуме есть VR, у нас тоже будет VR, но это будет разный VR. Если там технология одна, мы будем технологию другую. Если робототехника в Кванториуме одна, мы будем, скажем, и у нас сейчас основное направление, да все-таки программировать, более глубокое изучение информационных технологий. Не роботы с точки зрения как инженерной субстанции, а роботы с точки зрения некой возможности программирования задания программ, написания программ и так далее, и так далее. То есть это специфика, понимаете? Во всех делах есть специфика. Я понимаю, вы готовы говорить бесконечно о своем любимом деле. Как попасть в центр? То есть раз такой конкурс, значит, какие-то критерии отбора у ребят есть, чтобы вот сейчас они сориентировались, готов, не готов? По каждому направлению есть свой конкурс, есть свои способы отбора. Поэтому в любом случае нужно звонить, записываться, все, как попасть под... То есть в любом случае я должна обладать какими-то элементарными навыками, знаниями в этом направлении, а не так вот с нуля решила, что это очень востребовано и пойду? Нет. Например, по Яндекс.Лицею там не нужно было уметь программировать точно. Два критерия, которые мы отбираем. Первое – это мотивация. Наша главная задача, чтобы на полпути ребенок не остыл. И наша задача поднять его... А возраст там какой? Восьмой-девятый класс. То есть все эти направления для разных возрастов. Наша задача определить тех детей, которые не остынут, которые будут заниматься, и которым будет интересно. И вторая самая главная задача – это то, что у них есть алгоритмическое мышление. То есть есть зачатки того, что они понимают, что такое алгоритмы. У нас есть дети творческие, у нас есть дети с математическим наклонностью, с алгоритмическим наклонностью. Конечно, программировать без понятия алгоритма или склонности к математике – это достаточно тяжело. Если в данном случае непонятно, что учреждение достаточно уникальное, то немножко непонятно ваше направление. Искусство, спорт и наука. Конечно. Искусство, дворцы художественного творчества. Их у нас в каждом районе, да не по одному. Там танцуют, поют, рисуют и так далее. Спортивные кружки и клубы. Я поняла, о чем вы говорите. Их предостаточно. Так же, как и в науке и так далее. То есть работа с олимпиадниками и так далее. Что тогда? Здесь принципиально иное. Вы говорите, перечисляете учреждения дополнительного образования. А это не дополнительное? Региональные центры и центр «Сириус» – это не центры дополнительного образования. Это центры, которые предоставляют следующий уровень развития уже детей, проявивших себя в тех или иных направлениях, и позволяют им продвигаться дальше. Можете, вот на примере, вот выдающаяся молодая скрипачка из музыкальной школы. Отлично. Давайте лучше пианистка. Позьмусь пианистка. Потому что сейчас по программе «Талант-22» в край закупили рояль баснословных денег стоящих, на которых музыка звучит так, что вот все, кто слушают, рыдают. Поэтому вот те дети, которые проявили себя, обучаясь в музыкальных школах, у них есть возможность не ехать в Московскую консерваторию и обучаться там при консерватории на определенном уровне, там, не знаю, класса седьмого, с девятого, да, а у них есть возможность получать это образование, продвигаться в своем направлении, развивать свой талант здесь, в регионе у себя. И для этого есть возможности, прежде всего, материально-технические, которые обеспечены за счет федерального бюджета. Сколько вот таких талантливых детей вы способны взять под крыло, что называется? По количеству, если вы говорите о госзадании, там из разных цифр складывается. Там есть человека часы дней, это профильные смены, есть мероприятия. Давайте как-то проще, да. То есть, я думаю, порядка, то есть 10% от всех детей Алтайского края, они должны пройти через центр. Кто обучает этих детей, если вы говорите, что это такой заметно качественный уровень, не обязательно куда-то ехать в Москву, можно и здесь, соответственно, и педагоги должны быть соответствующего качества. Конечно, поэтому педагоги все проходят специальную подготовку по работе с одаренными детьми, по всем направлениям. Вот талант и успех фонд, это серьез. То есть, все педагоги должны пройти там обучение, прежде чем они придут работать с детьми. Дальнейшие пути развития вот таких детей после вашего центра, какие? Вообще, конечная цель всегда, понимаете, это профессиональное определение ребенка. Вот все, что вокруг мы него пляшем в различных сферах, оно ведь для того, чтобы затем, когда он вышел в свою взрослую жизнь, выбрал свою профессию, у него было достаточно компетенции, которые взрослые помогли ему приобрести в Таланте 22, IT-кубе, технопарке Кванториум и так далее. То есть, чтобы он в своей профессиональной сфере, даже в своей жизни был успешным человеком. Вот это и есть критерий. Если вот объединить вас, вас и нашу сегодняшнюю беседу, как-то подытожить, правильно понимаешь, что и тот, и другой центры, это не кружки по интересу, это не что-то, лишь бы ребенок чем-то занимался, там, не болтался на улице, грубо говоря, да, а попробуй-ка вот спортом позанимать, а попробуй здесь, здесь, ну, как бы мамочки-то у нас тоже все амбициозные и думают, что все дети талантливые, особенно наши. Может, правильно так и думают. Здесь, наверное, все серьезнее, правильно понимаю? Если про основные программы подготовки, то да, а если про активности, то я считаю, что это, наоборот, интересно, когда ребенок придет и разберет робота в выходной день просто, потому что ему хочется разобрать, ему хочется заниматься. Мимо шоу, увидел, зашел, да. Мы будем приветствовать это. Там есть разные системы мероприятий, в том числе по выявлению, таких детей. Нам необходимо находить тех детей и заинтересованных тех детей, которые есть у нас в городе Бородонуле, в Алтайском крае. Поэтому мы над этим будем работать. А тех, которых выявили, давать возможность продвигаться дальше. Ну, вот система мероприятий, она, думаю, в каждой вот этой вот сущности, открытой по работе с детьми, она продумана, то, что как донести эту информацию, то есть эта информация о том, что открыты такие центры, о этих программах, система мероприятий, которая позволяет детям, ну, вот, прикоснуться к этому, прикоснулись. И потом дальше система мероприятий, которая будет продвигать их дальше, уже при выявлении тех или иных способностей. Мне кажется, или вы недостаточно себя рекламируете? Потому что до того, как нам с вами вот сегодня встретиться, я изучила некоторые статьи, пообщалась с своими коллегами, и немногие про эти центры знают. Я больше скажу, даже не знают. Ну, у нас был конкурент в этом году, пандемия. Мы в начале пути. Мы в начале только. Дайте нам какое-то время. И вы о нас узнаете уже. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Светлана Романенко, директор Алтайского краевого педагогического лицея, и Михаил Рязанов, директор Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования. Продолжение следует...